Всем привет! В эфире НИНОВОСТИ. Программа о жизни города глазами граждан. Сегодня покажем мусорный бак, плавающий в реке, кошачью мать-героиню и суп из картошки и мандаринов. Подожгли бак и бросили в реку. Нижегородские вандалы в очередной раз отличились, на этот раз в московском районе. А малыши и их родители, утром отправившись в школу, впечатлились видом мусорного бака прямо в реке Левинка. На территории московского района протекает река Левинка. Уборка береговой зоны реки осуществляется согласно муниципальному контракту, заключенному между администрацией московского района и ООО «Аркадия-НН». Администрации московского района направлено письмо в Министерство экологии и природных ресурсов с просьбой произвести расчистку и дно углубления реки Левинка. Что касается мусорного бака, сброшенного в воду вандалами, то накануне силами подрядной организации он был выловлен и установлен на прежнее место. Конфликт пешеходов и автомобилистов назревает на площади Минина. Из-за расширения тротуара автомобилисты заметили сужение проезжей части. Теперь движение осуществляется в одну полосу и даже в середине дня вызывает заметные заторы. На дворе 12 часов буднего дня. Здесь довольно плотно все движется. А все почему? А все потому, что благодаря новой реконструкции, так сказать, площади, убрали одну автомобильную полосу, сузив ее. Вот мы это хорошо сейчас видим. И таким образом можно предполагать, что здесь практически всегда после обновления площади Минина будет пробочка. Сомнительная помощь. Пандусы, которые по идее предназначены облегчить жизнь маломобильным гражданам, в Держинске, например, наоборот, все только усложняют. Местные жители выложили в соцсети фото, на котором видно, что прямо перед пандусом поставили огромную клумбу, и пробраться через которую на колесах явно невозможно. Помоги себе сам или как выжить в стране, где не думают о людях с ограниченными возможностями. Строители пандуса у торгового центра Эдем в городе Держинске в очередной раз ущемили права самой незащищенной группы населения. В официальных сетях обсуждался вопрос некорректной установки пандусов в одном из торговых центров города. Насколько нам известно, собственники этого торгового центра очень быстро отреагировали на обращение жителей и уже исправили недочеты. Они этот вазон убрали, и теперь, насколько позволяет оценить фотографии, которые они представили, есть возможность пользоваться им беспрепятственно. Говорят, читать вверх ногами категорически неудобно, но памятник читателю полностью опровергает эту истину. Читать газету на площади Минина стало проблематичным. По крайней мере, именно это можно сказать про памятник читателю, который сейчас находится в очень странном положении. И даже, видимо, состоит теперь из двух частей, поскольку скамейку тоже сломали. Интересно, вернут его когда-нибудь обратно или нет. В Большом сквере на площади Минина и Пожарского проводятся работы по благоустройству в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда». В настоящее время проводится укладка гранита на пешеходном тротуаре. Во избежание аварийных ситуаций территория, находящаяся в работе, была ограждена. Ориентировочный срок окончания работ – 30 октября. Вот памятник читателю у нас в таком состоянии прекрасном. Вернули в нормальное состояние. Вот все, что осталось от памятника. Кстати, как сообщила городская администрация, сегодня памятник должны привести в надлежащее состояние. Так это или нет, узнаем уже очень скоро. Повар от бога. Необычным рецептом то ли супчика, то ли чая поделились с нашей редакцией. Ну а мы, в свою очередь, готовы передать секрет вам. Автор уникального способа приготовления утверждает, что он повар, поэтому сомневаться в нем нам не приходится. Пейте чай, пожалуйста. Пейте чай, пожалуйста. Сейчас, сейчас. Ой, тогда можно сходить даже. Да нет, нормально. Пейте чай, пожалуйста, чай. Сейчас, сейчас. Поработаем. Там что, с чем он чай-то? С фруктами. С фруктами, с овощами, с фруктами. Прикиньте, да? Сами царики, кстати, чай, чай. И картошка там. Да, картошка, да, морковочка, зерога. Мандарины, мандарины такие. Это твой собственный рецепт. Да. Ну, молодец. Ну, я готовлю хорошо, я повар, я повар. А, и вот готовлю. Я повар. Не та мать, что родила, а та, что воспитала. Это утверждение в очередной раз нам доказывает кошачья мать-героиня. Представляем вашему вниманию нашу любимую рубрику без комментариев. Редактор субтитров А.Семкин Сейчас пришло время показать вам сегодняшних претендентов на реальные деньги, приславших свои фото и видеоролики на сайт zarafoto.ru Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Привет! Только тебе я хочу рассказать о новом способе заработать. Для этого заходишь на сайт zarafoto.ru и присылаешь фото или видео о главном событии твоего дня. Событие может быть такое, или такое, или даже такое. Автору лучшего видео каждый день мы заплатим тысячу рублей. Вот так просто! Присылай видео, снимай, зарабатывай, подключай друзей. Кстати, это видео вне конкурса. Пока! Кстати, и вы можете заработать при помощи вашего смартфона. Не лайки в соцсетях, а реальные деньги, если пришлете фото или видео о самом ярком событии вашего дня. Им может стать и рождение котят, и коммунальная авария, или просто смешная ситуация, увиденная из окна автобуса. Все подробности на сайте zarafoto.ru Это все, о чем мы хотели вам рассказать. Ваши видео, которые могут стать сюжетами программы Неновости, можете присылать в группу новости просто ВКонтакте. Кстати, рекомендую дублировать ваши сообщения и на сайте zarafoto.ru На этом я с вами прощаюсь. Увидимся в следующих выпусках программы Неновости. Пока!